Всем добра и счастья, дорогие друзья! Меня зовут Стас, вы на канале MrMoment1, а это God of War на ПК, который мы проходим на максимальном уровне сложности. В предыдущем эпизоде мы с вами познакомились, так сказать, с мировым древом Игдрасилем и переместились в Альхейм, потому что нам здесь нужен какой-то магический артефакт, свет Альхейма, чтобы развеять тьму, которая преграждает путь к горе, к которой мы, собственно, идем. А сразу вам, так сказать, да, сразу вам скажу, что будет сегодня две серии, одна по God of War, другая по Скоримой, и обе они будут 30 минутки, потому что у меня сегодня на выходных дела, и, собственно, быстрее, больше записать я не могу, точнее, дольше. Окей, давайте изучать этот мир. Какое здесь все странное, как будто Пандора какая-то из Аватара, да? Какие-то из Жижи. Странненько, странненько, ребята. Слушай, это не тут сучим эльфы вот эти, которые меня пугали? Что написано? Ммм, что-то про войну за свет. Не понимаю. Если свет нужен обеим сторонам, почему не поделиться? Жадность. Из-за нее происходят многие войны. Опа. Аааа, я понял, красненькие штуки можно будет светом альхейма, да? Альфхейма. Слово такое. Светом альфхейма, наверное, можно будет раскрывать. Там такие красные наросты были, сундуки закрывали. И здесь мы, получается, на них можем воздействовать, а в нашем Мидгарте не можем. Что в целом странно. Опа. Летающих. Это война. Ее финал. Эти проиграли. Темный эльф! Огонь! Берегись! Помоги! Я не хочу к ним походить. Воу! Это что такое? Помоги! Бошки отрубаются так же. Ну, нет. За собой огонь! Альюка! Сместо! Всего нет! ну нет у них есть конечно свои фишки не очень страшно будут еще темные эльфы это прям эти из киновселенной марвел маленький интересно от светлые эльфы а как тогда а два сразу понял я так и подумал что нужно два сразу но типа здесь еще тайминге меньше так мне бы еще хилочку либо сундучок с увеличением хп я бы не отказался если честно мне все пригодилось абсолютно опа а это нас муспельхеймская тайнопись или нет символ теней это руна ну ничего особенного я бы так позитивно не относился к этой локации потому что что-то она какая-то слишком тихая и затаившиеся это альтернативная версия его ладно улучшение топора левиафана у те это мы все решим на бедренький изволчий шкуры повышает силу рун и силу неплохо подожди 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 что там было на бедреннике викина защиты 13 что много предметов появилось я даже не знаю что это такое легкая защитная рукоятка высокий шанс получить защитный барьер поглощающий урон от вражеских атак при подбрасывании врага воздух легкая боевая рукоять а грудная броня туника викина сила минус защита плюс удача минус защита руны плюс ну кстати кстати неплохо удача минус 4 всего но это не так сильно и плохо может может быть и надо было бы ладно не будем пока на этом талисман целебной ярости вызов ударной волны наносящий умеренный урон от оглушения соседним врагам пассивный эффект восстановление здоровья при захвате оглушенного врага талисман неограниченных возможностей мгновенное восстановление всех рунических атак постоянный эффект повышение силы рун во время восстановления любой рунической атаки ебать удача минус 12 так улучшить на левиафан сила ого сколько сразу левиафан успешное улучшение закладки навыки доступны новые способности так это уже хорошо колчан когтем давайте колчан когти улучшим мы в принципе денежек под накопили еще а грудная броня чародейская накидка талисман прилив здоровья броня для рук прочная сварту химская сталь нужно чародейские набедреньки так купить чары новые создать обычные чары чары повышающие случайно выбранную характеристику это как типа просто прокачиваешь навсегда или чё непонятно продать нагрудная броня чародейские можно продать но я не знаю зеленые сета они же не самые лучшие артефакты носовые фигуры это мы точно сливаем хороший вопрос надежный знак тени символ угрозы удача ну это точно можно продать желучесть 3 удача 3 но синенький пока оставим камни воскрешения у нас есть ресурсы золото и гера нет это нам для крафта все да ничего все нормально не парься так а лодки то нет как так а лодка есть там на берегу лодка понял все это работает вот так поплыли поплывем поплывем только сейчас осмотримся немножечко ну вроде больше ничего здесь нету да здесь просто лавка синдри и на этом все так чё скажешь как ты опередил нас нам сказали что наш путь единственный между этими мирами может для вас единственный а мы гномы умеем удивлять это не ответ верь в волшебство ведь когда накопишь столько знаний о магии тебя уже ничего не будет удивлять где искать редкие материалы как создавать из них вещи поражающие воображение новичку новичку это покажется магией ну да это магия теперь доволен синдри ты всегда был такой если бы нет я был таким же неряхой как любой гном пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза с помощью магии она выяснила что вокруг нас полно крошечных созданий таких маленьких что их и не увидишь да ну это правда и если они попадут к тебе внутрь ты заболеешь но колдунья сказала что есть одно дерево дуб оно является естественной защитой не дает мелким созданиям размножаться и теперь все рукоятки я делаю из дуба я все предусмотрел ну заработал а почему брак синий а ты нет да хороший вопрос это весьма хороший вопрос видишь ли мой брат не такой осторожный как я он предпочитает работать с металлами с голым с голыми руками без перчаток говорит иначе у него ощущение не те контакт с активным серебром неопротимо меняет цвет кожи точно всегда да но стоит с ним это обсуждать он иногда такой иронимый неудивительно синдри может помиришься наконец с братом я помирюсь но он же упрямый болван и не думает меняться он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений которые кстати и правда так себе он винит меня в том в чем я не виноват а например прошу прощения мне нужно успокоиться у него какие-то загоны короче ладно мы здесь все вроде все обследовали да тут больше проходов никаких нету можем плыть что сказал я молчал правда ну ладно нечего голоса какие-то что-то слышит мать говорила об этом мире немного только то что эльфы вечно сражались за свет и потому они здесь запяты так тут нельзя причалить вроде нельзя окей это что за свет ух восстанавливающая роса игдрасили эпический предмет напиток из росы мирового древа обладающий длительным полезным действием постоянное повышение восстановления на 2 ничего себе я ничего тебе не говорил странно мне показалось что ты а 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 и и cel а что-то с пацаном не ладно и для я думал можно выплыть выплыть участь нельзя придется не сюжет идти я думал еще покачаться на сайт-квестах но нет игра говорит нельзя а тут нельзя причалить цель хороший камушек такой нет нельзя ладно ладно все 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 плывем на сюжет ладно про здесь только меток всяких вот видишь мы еще даже не все нашли еще лавка брока должна быть еще какая-то легендарная метка типа огромный мир если все идеи так прописаны будет я буду в шоке смотри может поздороваемся нет вдруг им надо помочь они нам не помеха так что не стоит тратить время нас их дела не касаются тоже неплохой кадр не потом посмотрим чё какой-то озеро света кстати можно типа выплыть хватит истории прибережем для корабля тут тоже есть чаша с песком что там сказано без меня или во мне только смерть ты найдешь но со мной внутри жизни свет обретешь но тут нигде не трун надо искать назад в лодку ты смотришь глазами ребенка на войне для солдата красота это кровь его врага остальную часть души он теряет на время или навсегда ты много знаешь про войну правда синяя дверь наверное это вход идем осторожней что они делали пол они накрыли этим кристалл зачем чтобы не пустить подкрепление темные вот и вот 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 Продолжение следует... 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 Отец! Столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Ну, давай. Нарисуй. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Я тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Луган. Тихаря такой. Тихаря на все плевать. Что это? Ого, что мы нашли? Мост? Отец? Да. Те голоса. Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрэй, хватит. Ров священного круга. Это другой. Какие рога. Назад быстро. Это не к добру. Как всегда. Ух. Ну я там на одном хп. Нет, я не буду. Давайте заново контрольную точку. Это вот эти эльфы, да, которые меня пугали? Это они? Это они, типа, сложные? Берегись, темный эльф! Берегись! Отбой! Берегись! Охуя! Это мощно было, сейчас ты уклонился. Продолжение следует... да ёб твою мать ну тут понимаешь я тут ну думаю что дело в этом в их атаках потому что они новые враги и я еще не разучил эти все тайминги их поведение сколько атак они делают а а а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...